Добрый вечер! Вы смотрите важную тему на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Ну а сегодня у меня в гостях Алексей Хейфиц, главный врач больницы скорой медицинской помощи города Петрозаводска, депутат Законодательного собрания Республики Карелия. Здравствуйте! Добрый вечер! Алексей Ильич, позвал вас сегодня поговорить о буднях больницы скорой медицинской помощи, как у нас организована работа, какие есть болевые точки, ну и возможно, как говорится, на десерт и о политике поговорим. Ну давайте начнем все-таки с профессиональной деятельности медицинской. В последнее время слышу и вижу, идет какое-то обновление. Больница, скажем так, на мой взгляд, чисто потребительски, начинает оживать, ремонты происходят. Уже, ну на самом деле, не первый год это идет планомерно, но тем не менее. Глаз радуется, как говорится, но есть еще и куча болевых точек. Давайте все-таки с оснащения, да, и с, скажем так, с бытовых условий. Что удалось и к чему идем на самом деле? Больница не есть что-то оторванное. Больница – это часть города, часть республики, часть страны. Естественно, все эти трудности, с которыми сталкивается каждый из нас, вот в последние годы, все эти беды и проблемы переживает в том числе и больница скорой медицинской помощи, ее коллектив. Поэтому, конечно, мы тоже столкнулись и с кризисом, и с недостаточным финансированием. Но, тем не менее, те обязательства, которые мы брали перед городом и жителями в последние годы, мы выполняем. Финансирование у нас, чтобы для телезрителей, из какого бюджета идет? Из республиканского? На самом деле, доля республиканского бюджета на, допустим, 17-й год составляет уже менее 3%. Все остальное больница практически зарабатывает сама, выставляя счета за пролеченных больных из фонда обязательного медицинского страхования. Плюс какая-то коммерческая деятельность есть, платные услуги? Да, конечно, мы стараемся заниматься какой-то предпринимательской деятельностью. Надо понимать, что больница скорой медицинской помощи – это государственное бюджетное учреждение здравоохранения. И, соответственно, во всех наших уставных документах записано, что мы не получаем прибыли. То есть, все эти средства, которые мы получаем от предпринимательской деятельности, направляются на средства основной деятельности. То есть, в том числе, на оказание бесплатной медицинской помощи. Спасает ли платная деятельность в нынешней ситуации недофинансирование, возможно, по некоторым направлениям? Бюджет больницы скорой медицинской помощи, вот со всеми ее структурными подразделениями, это порядка 800 миллионов рублей. То есть, это очень большие цифры. 800 миллионов рублей в год. Это очень большие цифры. И, конечно, никакими платными услугами этот вопрос не решишь. Кроме того, у администрации больницы четкая установка, что платная и бесплатная помощь пересекаться не должны. То есть, мы не должны подменять оказание бесплатной помощи платной. Поэтому в сфере деятельности платных услуг то, что не относится к территориальной программе госгарантий. То есть, то, что не обеспечено и не гарантировано государством. Это различные комиссии, прежде всего. Мигрантская комиссия, получение справки на владение оружием, медицинской справки, я имею в виду. Осмотр работников по 302 приказу, водительская комиссия. Ну, понятно, ряд направлений. В то же время, в 2016 году мы заработали на предпринимательской деятельность, ну, скажем так, выручка, состояла порядка 40 миллионов. Соответственно, порядка 15 миллионов направлены на повышение заработной платы медицинскому персоналу, задействованному в оказании бесплатной медицинской помощи. Часть средств направлена на материальное стимулирование, имеется в виду, мы выплачиваем стипендии студентам, с которыми подписаны договоры на последующую работу в больнице скорой медицинской помощи. Кроме того, мы оказываем персоналу, там, по соответствии с коллективным договором, какую-то материальную помощь, там, в случае смерти близких и так далее. Кроме того, для нас это практически единственный источник закупки нового оборудования. Бытовая часть, ремонт, он уже длится не первый год. Потихоньку ремонтируете. То есть, как появляется копейка, вкладываете? Нет, есть план, по которому мы стараемся двигаться. На сегодняшний день заканчивается полностью ремонт хирургического блока правого крыла. Я думаю, в начале февраля уже полностью выйдет из ремонта последнее отделение, второе хирургическое отделение. В хирургическом корпусе произошло полное обновление, заменены полы, окна, двери, расширены дверные проемы, установлена система вентиляции и так далее. Машины скорой медицинской помощи. Тут у нас же еще и шумиха такая по всей России сейчас идет. Хотел бы у вас заодно спросить, были ли у нас подобные случаи, когда водители не пропускали куда-то или из-за кого-то опаздывали печальной истории. Ну, печальных историй у нас, наверное, не было, но что-то вот недополучали какую-то помощь вовремя нуждающиеся. Эта проблема существует многие годы. У нас организованы совместные рейды вместе с сотрудниками ГИБДД, когда выезжает экипаж бригады скорой медицинской помощи, выезжает патрульная машина ГИБДД, и мы пытаемся, так сказать, отработать. Согласен, периодически нужна такая встряска, да, согласен. А фельдшеры часто жалуются на неадекватное поведение больных, когда выезжают по вызову? К сожалению, медицинский персонал тоже достаточно часто сталкивается с агрессивным поведением пациентов. Ко мне приходят и врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, водители, которые не чувствуют себя защищенными. Причем они не чувствуют себя защищенными не только от какого-то морального давления, да, и там вербальной агрессии, но мы сталкивались и со случаями применения физического насилия. Мы говорили, что отражение нашей жизни, больница, теперь как раз к тому, что вы пошли во власть, в представительный, конечно, орган власти, в законодательное собрание. А зачем вопрос? Вы хотите действительно изменить что-то? Или по статусу положено? Этот вопрос неоднократно задавался мне в процессе избирательной кампании. Я шел как одномандатник, то есть меня выбирали конкретные люди и голосовали конкретно за меня. Поэтому шел я прежде всего, чтобы отстаивать интересы той отрасли, в которой я работаю. Это прежде всего здравоохранение. А эта отрасль важна для всех нас. Кроме того, хотелось отстаивать интересы жителей того района, в котором я вырос, в котором прошло мое детство, где живут сейчас мои дети, родители. Помогать людям. Хорошо, Алексей Ильич, скажите, вы ходите общаться с пациентами? Конечно. Более того, и пациенты ходят ко мне общаться. То, что к вам очередь, я даже, наверное, не сомневаюсь. Конечно. Тут вопросов нет. Значит, вы напрямую пытаетесь все-таки следить за тем, что происходит в больнице. Самые, на ваш взгляд, болевые точки. Вот что вот сейчас, помимо ремонта, человеческий фактор, опять же, квалификация персонала, обслуживающий персонал. Конечно, человеческий фактор. Человеческий фактор. Львиная доля конфликтов, она порождается той агрессией, которая есть в нашем обществе. Причем она есть с двух сторон. Она есть и со стороны пациентов. Ну, я повторяю, больницы и медицинский персонал – это часть города, часть республики, часть страны. Они ходили в те же детские сады, в те же школы, учились в том же университете, где мы с вами. Понимаете, они ходят в те же магазины. И та агрессия, которая есть в обществе, она, к сожалению, несмотря на ту работу, которую мы проводим, она очень часто выплескивается. И в этих конфликтах, когда их начинаешь разбирать, на самом деле, очень трудно найти, кто прав, кто виноват. А вот этими именно межличностными конфликтами, то, что у нас называется деонтологией, порождено до 70% жалоб. Когда, в общем-то, конфликт возникает на совершенно ровном месте. Когда не так посмотрел, не так сказал, и ни одна сторона не готова уступить. К сожалению, это так. Кстати говоря, опять же, да, можно и стены сделать золотыми, там, и интерьеры. А если будет наплевательское отношение… Люди – это самое сложное, понимаете. Потому что ремонт – это ремонт. Это нашел средства, нашел время и сделал. Это бытовуха, так вот, проще. Да, понимаете, вот перестроить психологию людей – это, конечно, сложно. То, что в последнее время БСМП в средствах массовой информации высвечивается в негативе, например, да, были печальные случаи, когда после операции люди умирали, и в суде доказаны вот эти врачебные ошибки, как говорят. Ваши отношения к этому через себя пропускаете? Чувствуете ли вы свою ответственность за это? Нет, конечно, я лично и весь коллектив больницы, мы чувствуем за это свою ответственность. И более того, мы эту ответственность несем. То есть, да, идут в том числе судебные разбирательства. И если суд выносит решение, что медицинским персоналам допущены ошибки, то мы несем в том числе гражданскую ответственность. Мы выплачиваем по искам и так далее. Хорошо, я вам такой неприятный, наверное, вопрос сейчас задам. Качество подготовки выпускников медицинских вузов. Вот как бы вы оценили? Потому что в любых сферах, слушаешь, раньше вот были. Раньше хорошо там готовили, а сейчас непонятно как. Это любую специальность, даже не медицинскую. Что касается нашей медицины, что вы можете констатировать? Все-таки вы главный врач больницы, вы видите, вы общаетесь, вы понимаете прекрасно. Вы знаете, когда вот разговариваю с пациентами, обсуждаю какие-то конфликтные ситуации, я повторяю, 70% это не профессиональная ошибка. Это просто неумение или нежелание человека правильно построить разговор. И наоборот, погасить этот конфликт, уйти от конфликта. И здесь выпускники медицинских факультетов, они ничем не отличаются от, опять-таки, всего общества. Если в целом уровень агрессии в обществе очень высокий, то, естественно, и выпускники, которых мы получаем сейчас, они другие, чем были 20-30 лет назад. Они достаточно жестко ориентированы на какие-то меркантильные интересы. То есть, если во времена, когда я учился, в приоритете, в Советский Союз, в приоритете ставилось помочь пациенту, а потом уже какое-то материальное вознаграждение и так далее. Теперь ровно все наоборот. Да, все начинается, прежде всего, с вопросов материальных. Что, конечно, меня, как бы, ну, уже, наверное, как представителя более старшего поколения, не радует, скажем так. Я не готов кого-то осуждать, но это не радует, когда человек начинает свой трудовой путь именно вот с вопросов материальных. Что же касается профессиональной составляющей выпускников, понимаете, последние 20-30 лет мы постоянно живем в системе реформирования. У нас каждый год происходят какие-то инновации. Сейчас мы переходим на баллонскую систему в образовании. Я не специалист в области медицинского образования, но в результате система находится в постоянных изменениях. И не только образовании, и здравоохранение, и другие сферы. И, на мой взгляд, мы очень часто берем западный опыт, не переосмысливая его. Я повторяю, я не эксперт, и я не готов кого-то критиковать и в кого-то кинуть камень, но мне кажется, что мы теряем очень много того хорошего, что было достигнуто советской системой образования. А переходя на новые рельсы, мы далеко не всегда получаем позитивные какие-то изменения. Алексей Ильич, вопрос следующего. Скажите мне с опытом ваших лет, здоровье можно купить? Купить здоровье невозможно, но заниматься собственным здоровьем однозначно нужно. И это не зависит от твоего материального достатка, это прежде всего зависит от твоей самодисциплины и понимания важности этой проблемы. На Западе именно человек отвечает за свое здоровье. Никто не несет ответственности за то, заболел он или нет. Причем очень часто это включаются какие-то экономические рычаги. То есть ты получил травму пьяным, так а чего ты хочешь? Какой больничный ты хочешь? Кто за тебя страховая не будет, за тебя оплачивать лечение? И так далее. Ты куришь? Извини, но страховка для тебя сразу дороже. И так далее. Ты не прошел какую-то диспансеризацию, медицинский осмотр? Не проблема, это твое право. Но ты тогда плати больше. У нас со времен советской модели такая она патерналистская, понимаете? Когда за твое здоровье отвечает государство. И вроде бы как доктор. Сейчас идет перестройка. И кстати вот мы говорили о молодежи, да и вроде бы как там ее журили. На самом деле у молодого поколения вот этот настрой на сохранение собственного здоровья, он гораздо ярче выражен. То есть молодые люди, они больше внимания этому уделяют. Они готовы вкладываться в свое здоровье. Они занимаются какой-то физической подготовкой. Они чаще обращаются к врачам для профилактических осмотров. Перестройка идет, но достаточно медленно. Что бы вы взяли в современную систему из Советского Союза? Раз вы его так вспоминаете. У нас была прекрасная система образования, медицинского в том числе. К нам ехала куча студентов со всего мира и получала образование в наших вузах. Кроме того, наши модели брали за основу, в том числе в западных странах. У нас прекрасная система была развернута участковых врачей и диспансеризации. Но сейчас-то что мы сделали такое, что мы вспоминаем о тех временах, все прекрасно, а вот сейчас сбой? Предлагая какие-то реформы и изменения, надо очень тщательно все обдумывать и взвешивать. И люди, которые приняли эти решения, управленческие решения, в том числе на высоком уровне, они должны нести ответственность потом за принятое ими решение. Вот сейчас активно обсуждается, допустим, переход на систему 112. С одной стороны, это хорошо, да, единый номер. С другой стороны, львиная доля нашего населения привыкла к телефону 0,3. Хорошо, появились сотовые телефоны. Сотовые телефоны не воспринимают номер 0,3. Хорошо, мы объясним людям, что надо набирать. 0,3, это просто и понятно, да, 101, 102, 103, 104. Циркулируют документы, в том числе уже, так сказать, нормативные, где планируется перевод всех сотовых операторов, и в том числе Ростелекома стационарных операторов, на телефон 112. Предполагается, что будет создан какой-то, значит, оперативный отдел, который начнет обрабатывать все эти вызовы. К чему это приведет? Это обсуждалось где-то в обществе. К чему это приведет? Я вам сразу скажу, к неразберихе и так далее. Ну, я не хотел бы давать каких-то резких оценок. Ну, я вам скажу. Я могу сказать, что это не обсуждалось ни в медицинском сообществе, ни в обществе вообще, в целом. И я боюсь, что мы столкнемся с проблемами, когда опять-таки виноватыми окажутся кто? Правильно. Врач, водитель, который приехал почему-то с опозданием. А реально мы пытаемся, так сказать, слепо копировать западную модель. К сожалению, время уже наше подходит к концу. В планах может быть оборудование какое-то закупить или еще что-то в нашу больницу? Или сейчас главное устоять в условиях кризиса и, как говорится, не раскачивать корабль? Нет, понимаете, стоять на одном месте нельзя. Если ты вот встал, значит, ты начинаешь регрессировать. На самом деле это движение назад. И больница продолжает двигаться вперед. По крайней мере, такая задача перед ней ставится, перед коллективом больницы. И на 2017 год перед нами стоит задача организовать работу приемного покоя. Потому что на приемный покой идет максимальное количество жалоб. Очень часто эти жалобы обоснованы. Но я оговорюсь, очень часто при рассмотрении этой жалобы там есть большая объективная составляющая. То есть, тот приемный покой, который существовал, он не приспособлен для приема большого количества пациентов. В нем технологически не соблюдены потоки. Это вы имеете в виду, заходишь когда, да? Какой-то непонятный коридор, кабинки, смотреть, пациента негде. Ну, сейчас пристройку какую-то что-то там сделают. Это идет в процессе реорганизации. Единственное, я сразу оговорюсь, что вопрос не в ремонте как таковом. Согласен. Вопрос не в том, чтобы обложить стены там кафелем. Ну, и вот если были в новом, так сказать, регистратуре, да? То есть, она уже сделана более-менее, так сказать, по современному. Ну, струльчики появились там. Да, и современные материалы использовались. Но самая сложная задача на 2017 год – перестроить саму технологию, психологию приема пациентов. А вот это самое сложное. А это самое сложное. Я отчетливо отдаю себе в этом отчет, но задача поставлена. Я предлагаю как раз, может быть, чуть попозже встретиться о новшествах, как раз поговорить. Может, и камеру отправим туда, съемочную группу, чтобы у нас картинка была уже, да? Чтобы не просто говорить, да. На этом я сегодня предлагаю закончить, Алексей Ильич. Напоминаю нашим телезрителям. У меня в гостях был главный врач больницы скорой медицинской помощи города Петрозаводска, депутат законодательного собрания Алексей Ильич Хейфиц. Вы смотрели важную тему на ТНТ «Онега». Увидимся в нашем эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»